Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник Общества Знания, 11 класс, за авторством Котовой, Лесковой, серия Сферы, издательство Просвещения. Параграф 15. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Вспомните, кто может быть субъектом гражданских прав? К субъектам гражданских прав относятся как сами по себе люди, индивиды, граждане, неграждане, иностранные граждане, лица без гражданства, они субъекты, так и юридические лица, различные компании, фирмы, индивидуальные предприниматели, самозанятые, все это все юридические лица, и они все тоже являются субъектами гражданских прав. К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные результаты работ и оказания услуг, охраняемые результаты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации, интеллектуальная собственность, нематериальные блага. Это экологические правонарушения, правовом режиме использования и охраны природных ресурсов, окружающей природной среды и многом другом. Имущественные права. Имущественные права возникают по поводу обладания каким-либо имуществом или по поводу его передачи одним лицом другому лицу. И что значит относится к этим самым имущественным правам? Это вещные имущественные права, которые относятся к вещам или ценным бумагам, и обязательственные по поводу передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг. То есть, вот такая вот специфика. То есть, всего-то, по сути, два пункта. Вещь, как объект гражданских прав, обладает следующими особенностями. Имеет материальную сущность и способность непосредственно удовлетворить материальные потребности человека. Является статичным объектом, обладает определенной стоимостью. Виды обязательств достаточно разнообразны. Им посвящены третья и четвертая статьи Гражданского кодекса РФ. Целые разделы. В силу установленных в договоре обязательств, одно лицо должно совершить в пользу другого лица. Определенные действия. Передать имущество или деньги. Выполнить работу и тому подобное. На основании установленных обязательств, одна сторона имеет право требовать от другой их исполнения. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Право собственности. Право собственности представляет собой совокупность правовых норм, устанавливающих порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, а также предусматривающих защиту этих прав. Собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Право владения означает, что возможность иметь вещь в своем доме или хозяйстве. Право пользования предполагает возможность извлекать и использовать в своих интересах полезные свойства вещи. Право распоряжения связано с возможностью определять судьбу вещи путем изменения ее принадлежности, дарения, купли-продажи, обмена и т.д. И основания приобретения собственности. Схема. Значит это наследование по завещанию или закону. Договор купли-продажи, обмены, дарения или иная сделка об отчуждении имущества. Переход правоприемнику в результате реорганизации юридического лица. Иные основания, предусмотренные законодательством. Изготовление, создание новой вещи для себя. Плоды, продукция, доходы об использовании вещи. Право собственности прекращается при отчуждении собственности своего имущества другим лицам. Отказе собственника от права собственности. Гибели или уничтожение имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Закон допускает возможность принудительного изъятия у собственника имущества. Например, в случае обращения взыскания на имущество по обязательствам, выкупа безхозяйственно содержимых культурных ценностей, безнадзорных домашних животных, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду его ненадлежащего использования и так далее. По поводу отчуждения земельных участков здесь все довольно таки просто. Если вы на сельскохозяйственных землях построите дом, то этот участок у вас из собственности будет изъят, по той причине, что земли сельскохозяйственного использования, они не для жилищного строительства. Собственник обязан содержать свое имущество в надлежащем состоянии. Владение имуществом накладывает на собственника определенную ответственность. Неимущественные права. Личные и неимущественные права принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Они относятся к категории нематериальных благ. Особенностью личных и неимущественных прав является отсутствие материального имущественного содержания и неразрывная связь с личностью носителя. К нематериальным благам относят жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личную и семейную тайну, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство и многое другое. Особое место в перечне неимущественных прав занимают понятия чести, достоинства и деловой репутации. Понятия честь и достоинства отражают объективную оценку гражданина окружающими и его самооценку. Деловая репутация – это оценка профессиональных качеств субъекта права. Честь, достоинство, деловая репутация гражданина в совокупности определяют доброе имя, неприкосновенность которого гарантирует Конституция РФ. Ну, то есть, если какой-то человек начнет о каком-то другом человеке, говорит гадости и говорить громко, этот самый другой человек имеет полное право подать в суд о защите своего доброго имени. И если человек, который говорил гадости, не сможет доказать, что за этими гадостями есть какое-то более-менее содержание, ему придется приносить извинения и платить штраф в пользу оскорбленного. Способы защиты гражданских прав – это предусмотренные законом меры, направленные на восстановление нарушенного гражданского права субъекта или на обеспечение этого права. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Содержание этого права составляет право на интеллектуальную собственность, исключительное право как личного и неимущественного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной, в первую очередь, творческой деятельности. Ну, то есть, например, вот ролик, который я сейчас записываю, фактически это как раз-таки результат моей интеллектуальной деятельности, так как я не просто тупо зачитываю, а еще и постоянно что-то стараюсь разъяснять и дополнять. Следовательно, вкладываю какую-то свою составляющую. Это действительно становится интеллектуальной собственностью и принадлежит в данном случае конкретно мне, если не будет какого-то иного заседания, где кто-то что-то будет оспаривать по этому поводу. Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства, а также фонограмм, исполнение постановок, теле- и радиопередач и т.п. Патентное право – это право на изобретение, полезные модели и промышленные образцы. К объектам право средства индивидуальных участников гражданского оборота относят фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, Наименование мест происхождения товаров, служащие индивидуализацией предприятий и организаций, а также производимых ими товаров и услуг. Закон также охраняет право на такие объекты интеллектуальной собственности, как селекционные достижения, топология схемы, свойства интегральных микросхем, секреты производства, ноу-хау. Наследование – это переход прав и обязанностей умершего лица, наследователя, к его наследнику или наследникам в соответствии с нормами права. Наследниками могут быть как граждане, так и юридические лица и даже государство. Наследники должны принять наследство или отказаться от него в течение 6 месяцев со дня наследователя. Их, как и вы, основания наследования. Их всего два – по завещанию и по закону. В действующем законодательстве установлено 8 очередей наследников по закону. К наследникам первой очереди относят дети, в том числе усыновленные, супруг и родители, в том числе усыновители. При их отсутствии призываются наследники других очередей. Например, полнородные и неполнородные братья и сестры. Что такое полнородные и неполнородные? Это означает, что у вас братья и сестры имеют двух одинаковых родителей или один родитель другой. То есть неполнородная сестра – это мать одна, а папы разные. Вроде бы сестренка, но при этом только половинное родство получается. Ну и так далее, собственно говоря. То есть дедушки, бабушки – это наследники второй очереди, дяди и тети – это наследники третьей очереди. При отсутствии особых условий наследники одной очереди делят наследство поровну. При возникновении спора они могут обращаться в суд. Наследование по закону действует тогда, когда оно не отменено и не изменено с завещанием, под которым принимают акт распоряжения любым имуществом, в том числе тем, которое может быть приобретено в будущем, или иными принадлежащими гражданину благами при случае его смерти. Завещание по общему правилу должно быть подписано наследователем и удостоверено нотариусом. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишить наследство одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Но независимо от содержания завещания, несовершеннолетие или нетрудоспособные числа наследников в первой очереди наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому при их наследовании по закону. Так называемая обязательная доля. То есть несовершеннолетнего его нельзя лишить жилья в квартире, даже в случае смерти родителей. Половина квартиры в любом случае будет принадлежать, как бы кому-то не хотелось забрать себе абсолютно все. Защита несовершеннолетних в данном случае работает. Вопросы и задания, но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Какие отношения регулирует гражданское право? Ну, как правило, гражданское право регулирует отношения между субъектами гражданских прав, то есть между физическими и юридическими лицами всех абсолютно видов. Каковы основания приобретения права собственности? Этих оснований довольно-таки много. Это может быть и просто покупка, то есть приобретение по закону. Это может быть приобретение в результате завещания, в результате использования каких-то других вещей. В результате, например, собрали урожай. Это тоже вы право собственности получили. То есть их сделали своими руками. Тоже право собственности. И так далее. Назовите и проиллюстрируйте примерами имущественные отношения. Приведите примеры личных неимущественных прав. Имущественных отношений по сути всего три. Это право, так сказать, распоряжаться вещью, право использовать вещь и право владения, то есть право на владение этой вещью. То есть если у вас есть, например, автомобиль, то первое право – это право владения. Автомобиль принадлежит конкретному человеку. Пользоваться. Далее идет право пользования. Вы можете совершенно спокойно использовать автомобиль, ездить на нем, перевозить что-то, передавать в управление третьим лицам. Это ваше право пользования. Третье – это право распоряжения. Вы можете продать этот автомобиль, подарить автомобиль, отправить его на переплавку, все что угодно. К неимущественным правам будут относиться права, например, которые принадлежат человеку от рождения. То есть определенные права на здоровье, на доброе имя, на защиту чести и достоинства и так далее. Раскройте на примерах основные правомочия собственника. По сути дела я их только что перечислил в предыдущем вопросе. К основным правомочиям как раз и те самые три права и относятся. Это право владения, право распоряжения и право владения. Все три они, пожалуйста, присутствуют. Перечислите способы защиты гражданских прав. Ну, как правило, к защите гражданских прав это различные договора, где четко прописываются условия, по которым эти самые гражданские права существуют. То есть вы устраиваетесь на работу, вы подписываете договор, этот самый рабочий, в котором прописано, что вы делаете, как вы делаете, сколько вы делаете и сколько за это получаете. То же самое и в других случаях. То есть вы что-то покупаете, подписываете договор, что-то продаете, подписываете договор. И здесь, везде присутствуют четкие договора, в которых прописано очень четко все ваши права и обязанности. Ну и, разумеется, если где-то происходит нарушение, идет обращение, как правило, либо в какие-то профильные организации по защите прав, а потом и в суд. Что включает в себя право на интеллектуальную собственность? Ну, здесь, как правило, это различные литературные произведения, теле- и радиопроизведения, различные компьютерные программы. Это все интеллектуальная собственность. Кстати, различные научные разработки тоже относятся к интеллектуальной собственности. То есть создаваемый мной ролик фактически является интеллектуальной собственностью. Ну, или творческой, ну, частично, туда-сюда. Но и тем не менее, потрогать этот ролик руками нельзя. Он нематериальный. Но при этом его можно прослушать, получив какие-то определенные выгоды от этого действия. Так что он является в данном случае под защитой права. Что такое наследование? Наследование – это переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам. Какие основания наследования существуют? Их всего два. По завещанию и по закону. Субтитры создавал DimaTorzok